Добрый день, уважаемые коллеги! Я заведующая отделением реанимации в одной из крупных городских московских больниц. Поскольку мы уже имеем опыт работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, я хочу поделиться с вами важной информацией о том, как правильно использовать средства индивидуальной защиты. В комплекс средств индивидуальной защиты входит одноразовый костюм или костюм, который может подвергаться ежедневной обработке. Мы используем комбинезон с капюшоном, одноразовые хирургические халаты, шапочку, очки, которые плотно прилегают к лицу, респиратор типа FFP3, перчатки и бахилы. Важно соблюдать этапы в использовании средств индивидуальной защиты. В своей работе мы пришли к выводу, что нужно соблюдать многослойность в зависимости от того, где медицинский персонал находится. Или он работает с пациентом, или он находится в чистой зоне. Рабочий день начинается с того, что медицинский персонал приходит в свою раздевалку, снимает уличную одежду, обрабатывает руки и одевает одноразовый медицинский костюм и обувь. Дальше последовательность такая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы поработали с больным, и нам нужно выйти из грязной зоны. Субтитры создавал DimaTorzok Есть несколько вариантов. Если есть на смену, например, суточную 2-3 комбинезона, то, соответственно, можно менять и сбрасывать в бак для последующей обработки. Если такой возможности нет, и на сутки у врача или медсестры один костюм, соответственно, он тщательно обрабатывается спиртсодержащим антисептиком. Возможно, помещение его под ультрафиолет, поскольку вирус капсульный, и он инактивируется под ультрафиолетом, то есть оставляется в каком-то отдельном помещении. И дальше врач остается, соответственно, в костюме, в шапочке, в респираторе и очках. Дальше последовательность такая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok